Добрый день! Татьяна Чулицкая, политолог, академический директор СИМПА, исследовательница университета Виновта Великого. Добрый день, Татьяна! Добрый день! Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований. Добрый день, Петр! Добрый день, спорта! Регор Остапеня, ассоциированный эксперт Чатамхаус, директор по исследованиям Центра новых идей. Добрый день, Регор! Привет, Анне! Напоминаю, что, как во всех встречах последних экспертно-аналитического клуба, у нас есть синхронный перевод на английский язык, поэтому, если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, выберите внизу в настройках Zoom английскую дорожку, и вы тогда будете слышать английский перевод. Напоминаю также, что у нас есть правило Чатамхаус.ру. Оно применяется по предварительному уведомлению. То есть, если вы хотите сказать что-то, что не должно будет попасть в нашу видеозапись, которую мы, как всегда, опубликуем после встречи, и, пожалуйста, перед тем, как сказать такую фразу, скажите о том, что вы бы хотели сказать эту фразу не для записей. Таким образом, мы поставим видеозапись на паузу, и ваш вот этот фрагмент выступления, он в эту видеозапись не попадет, а все остальные наши гости будут знать, что цитировать вас с этой фразой где-то не нужно. Да, ну и передаю слово Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день. Действительно, мы сегодня открываем наш сезон экспертно-аналитийского клуба в 2021 году. Открываем его в тяжелых условиях. Я не могу не напомнить, что многие наши коллеги, в том числе коллеги непосредственно из пресс-клуба, до сих пор находятся за решеткой, поэтому мы, безусловно, выражаем с ними солидарность. И очень надеемся, что как можно скорее они смогут снова присоединяться к нашим дискуссиям, и мы сможем говорить значительно более о таком, приятном для всех состоянии. Может быть, сегодня затронем в рамках экспертной дискуссии, в том числе и тему политзаключенных, тем более, что по сравнению апдейт с прошлым экспертно-аналитическим клубом, наши коллеги уже признаны политзаключенными. Но, тем не менее, не смотрит, как говорится, война войной, а аналитика по проспорядку, поэтому надо работать. И сегодня мы решили, мы тоже выбирали, что обсудить, потому что, как всегда, политический год в Беларуси начался, и календарный всегда бывает ярко. Между прошлым заседанием экспертного клуба и нынешним успели провести кампанию о бойкотах о кинем и чемпионатах и добиться его отмены, и было еще много чего. Но мы решили сегодня, по крайней мере, если не сфокусироваться, то столкнуться в нашем обсуждении от Всебелорусского народного собрания, потому что это, мне кажется, одна из таких тем, про которую, может быть, в узкоэкспертных кругах, многим кажется, что, ну, в общем, все же понятно, что-то обсуждать. Но, тем не менее, мы видим, что, наверное, в этом году, как никогда сильно, в том числе, власти стараются использовать Всебелорусское народное собрание и представить его как нечто, может быть, другое, чем оно на самом деле является. К нему привлекается много и внутреннего, и внешнего внимания для Беларуси. И поэтому, мне кажется, важно обсудить, какие будет ли оно вообще иметь какие-то последствия, и если будет, то какие. И поэтому, наверное, для того, чтобы вообще говорить о каких-то последствиях, сначала надо разобраться, что там будет происходить. Потому что пока Всебелорусское народное собрание, немножко фундернистко выражаясь, пустой знак, когда каждый его наполняет, чем хочет. Одни говорят, что будут там слуги режима, другие говорят, что будут народные вещи. Поэтому я бы хотел, наверное, начать наше обсуждение с вопроса, как сегодня мои коллеги, спикеры наши основные думают, какой вообще будет повестка Всебелорусского народного собрания. Это будет опять ритуальное утверждение планов на пятилетку. Или в этом году мы на этой площадке увидим, мы слышим какие-то действительно важные, интересные заявления. Я предлагаю в нашем обсуждении тогда двигаться в том же порядке, как у нас зафиксировано в анонсе. И тогда предлагаю начать первым взять слово Юрию Дракохорсту. И включить микрофон. Добрый день, паважанная спадарства. Ну, я, напевно, пачну с того, над чем скончил Вадзим, и выкладу, так бы, мовить нулевую гипотезу, якая, пашчырысті мне, падаецца наибольшимаверной, ну, вот, нададзіны момент. А минавіта, што сход у лютым, калі, акеат будзіцца празд два тыдні, будзі достаткова рутінным. На мой погляд, пляны вырышыць конституційныя пытання на этом сходзі были раней. Може, месяц, може, два. Але потым іхнік скорэктовалі, іх прыбралі. Ці вуглі скасавалі ці перанеслі на больш поздні час. Чому я меркую, што всю ж такі сход будзі рутінный? Ну, па-перше, всю ж такі указ пра яго склікання. Там толькі падведзене вынікаў пацігодкі і затвержэнне пляну на наступну. Так сама выдан указ аб тым, што палата працтавніков ў листападзі будзі рабіцнікі змены в закон аб республіканскіх і мясцовых сходах. Махчыма там і будзі адлюстраваны ідея пра змену статусу всі беларускага сходу, але тадбі ў листападзі. Так сама прагучала заява пра праект констітуція, які будзі працтавлены да канца году і пра референдум ў 22-м годзі, што, ну, не НАТО стасуецца з некімі планамі адносна некіх зменаў у лютым на всі беларускім сходзі. Ну, всі беларускі сход не може нічога прыняць пра тое, што будзі прац 10 місяців. Так сама я хачу нагадаць, што яще в верасні Беларусь падала ў АБСІ документ пра пра ведзене конституційны реформы та 22-го году. Ну, і так сама ў дадзі нам випадку якбы размова іде не пра цеперышній перейуд, не пра лютый 2021-го года. Так зразумела шмат, што зараз робіцца ў рэжімі, што называецца, спецапірація. Так, напрыклад, прайшла тая сама інаугурація, ніхто не ведав, бах, раптам, так сказаць, і ё прайвілі. Ну, са два тыдні можна обнародаваць, зразумела, прапановы. Вот раптам, завтра, скажам, Лукашэнка абесцець, вот я придумал такое показать. Але, ну, так выглядай, што такое всю ж такі не робіцца на калінцы. Вот в опыт першага всебеларускага сходу, ну, он был такі, спачатку всё-таки показалі праэкт, а потам всебеларускі сход ёго ухваліў. А не тое, што сходу хваліў, што катав мяху, што Александр Игорович скажа, тое і будзе. Ну, не так ано было. А крамя таго, вот я зауважаю, што нек зміншылась, якбы, вот эта актыўнаць дэаліговых пляцовак, вот не гучаць прапановы, а давайте мы там соціальну скераванность дзержавы замацуем, ў констытуціці штось ці там, шлюб як саюз мушчэны-жэнчэны. Ну, вот это всё як тастішылась, то есть зэтава я па чырысті раблю в існову, што всё это можэ быць. І ператварэння констытуційнага сходу, аналях мусалініўага сходу фасыў і працовных каліктываўці, как там, корпараціў, это всё можэ быць. Но не зараз, это не вэтым лютам. Што тычыцца другога пытання, протэст, што лідары протэсту могуць зробіць супраць установчыга сходу. Ну, так здаецца... А про другое пытання ў нас будзе другі раунта, то зараз вы даўші, ну, чедры, адкажыця. Окей, тады я вільмі коратка скажу, што всё ж таке дзві рэчі, які можэ быць, вот мне здаецца, дзві рэчі, які могут быць нічаканаме. Перша – это скасавання вогулі планов конституційной реформы. Ну, Лукашэнка казаў, да, вот хочем. Ну, не змагла я, як в старым анекдоте. І вэтым сэнсі важны фактор, тут два важных фактора. Перша, што на ёго погляд ён подавил революцію. І другое – это то, што, ну, глядіце, што в Росіі бачыцца. Да помогла я им их конституція. Конституційная реформа не дапамагла, і нам не дапаможе, і немача гаэтым займацца. Я, напрэклад, не выключаў быць такого, што вот такое будзе абвешчыно. Вот это была б сэнсація. І другая сэнсація, махчымая, это некай варіянт амністы. Про я казаў Васкрэсэнскі, а Васкрэсэнскі гаворець не токі своим голасам, і цікава, што сёння Лукашэнка адріагаваў на прапановы нікага Васкрэсэнскага. Так, ён адріагаваў на ях адмовна, но давуля дзівна адмовна. І он сказаў, што пытання палітычныя амністы – это пытання скралі варніці. Ну, махчыма эта можа тычыцца бабарыкі, але што ў кого скрал Тихановскі, Лосік, Слуцкая, Андрэйвэй, ну, ніхто нічога, ні ў кого из їх не скрал, што можна, ну, теоретычна можна зробіць выснову, што такі варіянт прынамсі прапрацовваецца. Тоець дадзі на выпадку цеперешнє яго адмавлення, ці звужэння, да, фактична, аднага бабарыкі, гэта можа свячыць пра тое, што такоя не выключына. Хаця і тое, і другое, пад вялізарными пытаннямі, я б сказаў, хучэй не, а таму, хучэй так, руцінэму варіянту, прааналізуюць, што там было в минулый пятигодцы, і затверджыць планы на астукну. Вот мой адказ. Дзякуй, дзяк шпадар Юрейт. Ну, што, Татьяна, какія мыслі, я знаю, помню, вы в тому числі давали інтерву, касаємо филаруско-народного собрання. Какі у вас на данный момент мысли по поводу собрання, буде ли там, в принципі, що-то інтересне, і якій може бути повістка? Дякую за приглашення, возможність висказатися. Я соглашусь с общим посылом, который озвучив господин Рокохрус в своєм висказуванні. Я тож считала і продовжаю считать, що ожидати каких-то революціонних рішень від предстоячого собрання, в общем, не стоїть. І мені, якщо чесно, в відвічі від многих колег, ізначально це казалось. І я спробую теж обосновати, чому мені так кажуть. В принципі, ми знаємо, що це собрання, традиційно, начинай с 96-го року, організовується Лукашенко для того, щоб якоби виявляти волеиз'явлення народу. Однак це волеиз'явлення народу, чи народовласть, чи демократія, це таке символічне вираження того, чи волюнтаристське даже вираження того, як президент Лукашенко представлял і продолжає представлять себе цю народовласть і демократию. І, в общем-то, я б тут продовжула ассоціацию з таким советським временем, який також вже многие приводили неоднократно в различних інтерв'ю і висказуваннях. Тобто, в принципі, це такий достаточний ритуальний сход, ритуальне собрання, похоже, наверное, на таке собрання, не то, що там партийний съєзд высокого уровня, но такий партийний съєзд среднего уровня, де тщательно отобранні люди, лояльні люди, вони здають какой-то фон для демонстрації якобы существуючей поддержки власти. І поэтому, учитывая такой символичний, наверное, характер данной структуры, данного інститута, я бы, в общем-то, не ожидала от него никаких решений таких революціонних. я почти уверена, що, исходя з формальних і неформальних критериїв, традиційну частину повістки дня, це буде вопрос соціально-економічного розвития, тобі буде обсуждати программу на следуючю п'ятилетку. І, в общем-то, до недавнього времени мені казалось, що, можливо, все-таки будуть озвучені ці вопроси, по крайній мере, касаємо політичних заключінок, їх освобождення, але якраз в цьогоднішні вискази, які упоминалися вже, вони якраз, наверное, проти в цій версії вступають. Я думаю, що, можливо, ця повістка вообще не буде озвучиватися. І тогда просто даже интересно посмотреть, що ж буде делать собственный собраний господин Воскресенський, якщо він вообще там буде, і також інші 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 діалоги. І, в общем-то, я думаю, що із таких условно-революційних, чи, по крайні мере, інновуційних рішень, це можуть бути якісь якісь, по крайні мере, декларації відносити того, а коли і як буде зміннятися Конституція, то є, коли і як, собственно, буде проводитися вот ця конституційна реформа, то є, можливо, буде озвучен какой-то план, але це таке предположення, яке не факт абсолютно, що реалізується. Тобто, якщо так спробувати обобщити, то в силу того, що данний орган не закреплено, по крайні мере, на сьогоднішній день офіційно в Конституції. Все формальні законодательні акти, вся офіційна інформація, яка в нас є, вони відбувається, що відбувається, формата не будет, если мы посмотрим на структуру тех или на биографии тех людей, которых пригласили, которых условно мы даже не пригласили, а назначили участвовать в этом собрании, то тоже как бы вряд ли можно ждать инновации. Единственным ньюсмейкером или там какие-то горячие или неожиданные темы может озвучить, конечно, сам Лукашенко, но я бы тоже не делала большую ставку на такие заявления, только если он случайно о чем-то проговорится, о том, что ему болит или о чем он думает. Так что я также придерживаюсь мнения о том, что революции или конституционной реформы не будет. Спасибо, Татьяна. Хотя действительно уж то, что самые неожиданные моменты, вдруг высказывать какие-то неожиданные мысли, это Лукашенко умеет. Так что да, любые сюрпризы, конечно... Да, я в этом просто чуть-чуть скажу, что действительно мы когда анализируем, я долгое время занимался анализом речей Лукашенко и как раз очень сильно отличается, когда мы всегда видим структуру его записанных речей и того, что он высказывает на живых собраниях. Конечно, да. Поэтому тем, кто ленится и только читает сценограммы на президент Ковбай, а не смотрит полные видео, они многое теряют. Это правда. Хорошо, тогда давайте переходим дальше. Петр, как ты бачишь, какой будет аджэнда в Сходу? И ты вогаля чакаешь этого нечего цикавого по Азместе? Что ты чыцца с месту, то это целком будет безместовный сход. Что мы бачим по гэтых анонсах, по гэтых шматриких интервью, которые работаются с маючими быть уделниками гэта Конгрессу, как там, например, на регионы, звернуть увагу, как, может быть, как дети более читали, вот нечто так подумать на гэтым сходе. Ну, там, агульные такие речи, как так, подлепшить агульную ситуацию, а не без нияких намеков на некие там структурные, важные, принциповые змены. Поэтому в плане з месту гэта будзе целком пустой. А не в плане такого символизма, значения, тут нечто новенькое может дариться. Обоголя, подзялюсь певным таким рефлексией на кон таго, які функции до гэтого часу выконывали, и в гэтым годзе, які функции гэтый сход мая выканать, и что он может перетвориться в будущем. Ну, три такие тут функции намечаются. Во-первых, гэта данина традиций, и до гэтага часу з 96 года отбывалися такие усе агульные беларуские сходы, ну, и лагична, каб вось у гэта пятигодцы так сама отбылось, а в калеке не отбылось, то гэта был бы скрыгат дзысанансы, и так далее, поэтому тут данина традиций. Другая реч, которая особлива вось у гэтым годзе, у гэтую пару важная, актуальная, наш мат больше актуальная, чем у минулыя гады, на минулых этапах, вось гэта, не ким, чем нам падправить, падрамантовать правлему легитымации Лукашенки в оголе дзеючага рэжима. Таму, што ступень дэ легитымизации, вось тое, што адбылось в контексте выбараў, вось гэта выявленья аж такога масштабу фальсификацьева, так сама такое широкое масовое усведомлення на явності фальсификацьева, яно цалкам разбіла дагэту лишняя схемы легитымаций. Ну а прача гэтај працадурнај легитымаций ёсцяшча соцяльны контракта, бог адносны дабрабыт, там бясьпека, гэта неяким чынам аправда існаванне рэжима, але ў гэтым планіў зноўжа вельмі сурйозны выклік, гэта і экономічна стагнація, і выклік, значыць, ў форме ковіда, і такая реакція уладаў, яка ёсць, яка ёсць, катора, не знаходзіць прызнання ў бальшыні населніц па таким чынам, гэта соцяльны контракт так сама не зявляецца адпаведным адпаведным такім способом легитымаций. Паэтаму тут гэта ўся беларускі хоцецца назваць кангрэспа, па аналогіі да па то, што Каддафі рабіў, але знаходзь, сабране, так сам падправіць гэту легитымацию. Канешні, оно целкам не падправіць, оно такі минимальна гэта можа быць падправіць. І што ўзвязку з гэтым выпадая чыкаць, ўчым я моцна перакананы, што на гэтым сходзе демонстрація падтрынкі для Лукашэнкі, она будзе нечуванай, она будзе яшчэ болшай, чым ў минуле гады. Гэта демонстраванне адзіна аднадумства і згоды, і добрага аптымізму, она будзе яшчэ болшай, чым минуле гады. Ось, але ёсця шчэ адзін адзін момант, адна функція, якую сход можа хучэй за ўсё будзе выконываць ў гэтым годзе. Гэта, якбы сказаць, анонс або практикавання, або зандзіравання, тестіравання новай формы лігітымацій ў будучын. Тому, што рэжым мусіць вырашыць гэтую праблему лігітымацій таксама на будучын. Не толькі на конд минулого года, але таксама на будучын. Што рабіць з гэтым? Значыць, новая выбары, калі яны будзуць проходзіць, но яны паказалі, што ян надзвычай рязыкованый. Прямсёю гэтай гэлізной махіне контролю над выбарчым працэсам, ўсё ж такі, і просто жнівінські апатії паказалі, што фактычна адбывся калапс гэтай фальсификаційной сістэны. Што ў гэтай сітуацій можна зарабіць з перспэктыбы рэжыму? Зарабіць так, каб працэдуры былі яшчэ больш складанымі і каб яны былі больш цмянымі. Вось прас пасярэдніцтва напрыклад лакальных саветаў, каторые зноўжа там выбіраюцца паводлі малапразрыстых працэдураў пад контролем, часам паспяховым, часам менш паспяховым контролем модуць падвабывацца. Карацей, гэта працэдура можа стацца більш скампликаваный, більш цмянай і ў перспэктыве надаць гэтаму ўся беларускам анароднаму сходу статус вось такі вельмі высокий. Нешна нагszтаў таго, што ўсягульны народны кангрэс Каддафі, гэта вынаходніцпа Каддафі, каторая полягала ў тым, што демонстравала народа владзе, абсалютная народа владзе, што народ являецца і аб'єктом, і суб'єктом влады, фактична нема ніяка керувніка, Каддафі, гэта адзін просто з такіх байавых таварышаў, гэта нешта ўнакштаўт гэта. Зрэшты адзначу пэўны такі симвалізм. Ці ён выпадковы, ці не выпадковы, але ён для мене падаецца немалазначна. Менулыя кангрэсы, сходы правасцы, за выключэніем першага, налічывалі 2500 удзельнікаў. Гэтым годзе 2700. Менавіта 2700 удзельнікаў налічывалі і таксама ўся агульныя народная конгрэсы Муамара Каддафі. Свабадзінне, тіне свабадзінне, але ўсяким разі ў плане функціональным я тут прадбачваю некое набліжэнне, некое пераймане. Дякую. Дякую, Пётру, а саправдае цікаво, ўэта праваўнені колькасны з Каддафі, шыры па колькасы так не права, але саправдае, кэта така, той момент, кэта симвалізм цікавы. Цікаво будзі і таксамы і на гэтае паглядзець і саправдына, як будзе, кэта статус вайнасті будзе антрофірмавацца і якую будзе граўт ролю. Ну да, канешна, любые параллели з Каддафі тут тяжкі, з одного боку, калі НБНУ нікому мусь не падабацца, бо канешна, месці Лукашэнкі я б не хател параллеліў з Каддафі, але, канешна, быць на месці великий Вадзім. Я паўна пачну з того, што пакажу некаторая дадзіна, якаторая мы зусім литеральне учору аттрымалі, пра тое, што беларусцы думаюць пра всебеларускі народны сход. Дамы тебе ёсць макшымыць демонстрація экрана, так там ся технічна? Окей. І таму я могу вэтау принцэя паказаць. Зэта гэя могу пачаць, так? Гэта мы запыталіся гарадскіх жэхароў, пра зе онлайн панель, пра тое, што ины думаюць адносна всебеларускі народна гасходу. Я сподюсця, што вы всі бачите мой экран. Я можу дзялось чусь пакрупніе, баўе ёсць чусь лучше. Прас телефона не очень видны тексты. Ага. О, клас. Да, бачите. Глядзіце, што у нас аттрымаласе? Што середу всіх жэхароў считаюць, што ВНС на ВНС можна доверять, підтримлювати идею та 16%. Я считаю правильними, если на ВНС поменяют или примут нову конституцию, соглашусь 19%. На самом деле ВНС не представляют интересы таких людей, как я, не соглашусь 14%. ВНС карманная структура, существуюча для поддержки интересов Александра Лукашенко, не соглашусь 13%. По большому счету вы бачите, что в принципе все люди есть только достаточно межеванная кола, которая доверяет белорусскому народному сходу, что это серьезное институции, что ее имеет сынный характер и так далее. Что интересно у этих дадзинах? У нас это по всем городским дадзина. А в нашем исследовании все группы населения, у нас программасты поделены на 5 группов. Ну и относно их не гаставлене до протеста, относно их не патрымки до Александра Лукашенко. И что самое цікавое, кали паглядзять, то навод люди, которые наибольша данная Александра Лукашенко, у нас такие там клятвцы процэнтову в раманце, которые ему персонально аддзины, то наводь сярод их в НС не корыстаец великой патрымкой, только там полова зых саправады адданная адданная 2-3 цинзих адданная гэтому органу и патрымлюваются гэты орган. И еще то, что будзе отбывацца на Всебелорусском народном сходзе мая некая великое значэння. Тоба вот гэты рэч саправады ягбы цікавая. Гэты дадзины будзе пабликованы недзе там празд 10 дзем на сайте Четам Хауса, але вось цепер я думаю можете гэтыми глижбами карыстацца, калі хочеце можце зарабіць скриншот и каму каль зручна альбо я могу наводь дослаць гэта у чатя. Цепер уже я скончую расшариваць экран перайдуць до пытання якое задав Вадзим чого я чакаю в принципі. Шэр каршчэ тут досыц складанна прагнуз за сёду эта складанная рэч, але я думаю, што хучэй за сёо будзе обмаліванны некі вобраз проекта Конституцій вельми цмянна, вельми незразумела, але пасуднасті будзе гучна тое, што мы згэта шліху не скрочвэйм, хучэй за сёо мы будзем рухацца по конституційной реформе, але у практиці это означає тое, што мы про згод представим проект Конституцій, у межах проект Конституцій будзе закладзіны переходні періроды по 2-3-4 гады, там не веду, кольки пропишуть, і пасуднасті нічого нібито не зміняється, змініться там 5-6 гадов, табак калі там будз сказаць пра гэта пропарційныя списы для парламента, я думаю, што хучэй за сё скажаць, што мы можам паспробаваць пра на насудных парламентських выбарах, але хучэй за сё мы зробям гэта таким чыном, што людзі, што там будзе абдирацца 25% ўсяго парламента пра гэта списы. Табак пасутнасті змэны будз вельмі марудныя, вельмі павольныя, я думаю, што гэта прыкладна і будзе размалёвацца падчас усебелорускага народного сходу. Я думаю, што ўсё ж такі чагості чакаць варта з таго пункту речвання, што гэта усебелорускага народного сходу нібыта рэктоваліся, і нібыта вакол его стваралі столькі шуму, як я разумею, докумэнты па падрэхтовцы гэтага сходу ціпер засакрэчны, табак, яны прахоць празнійка вузкая кола людзей, табак, калі б яны рэхтоваліся до нічога, хучэ, за усю, яны б неяк, хаця, хто яку веда, склада на няким чэн это прогнозаваць, але усё ж такі варта разумець, што калі докумэнты засакрэчны, можа быць ў їхніш тэ ёсць, можа быць ў їхніш тэ ёсць. Ну, здаецца, в принципі, вось так, я на это и размалівав, табак, мне доволі склада наказаць апошнім, тому, як бы, я мушу пагадіцца з усіми па перэдніми спікерами і сказаць, што вось мае пяць копеек. Да, я завсюду така лето усі не сумміруєць, бачимо, що што розніця ёсць і можливо розні варіанты. Ну, давайте, може быть, переключимся от, ми все время говорили вынужденно о власть, о Лукашенко, о системі, давайте посмотрим на противника власть, потому, что Белоруссько народне собрання это еще и, наверное, первое такое, ну, организованное, пусть и не публичное, то есть, я не можу, своей презентации, первое, это какое-то организованное публичное политическое мероприятие, о котором говорит власть, ну, наверное, если не считать вот все эти автопробеги и частично только состоявшиеся митинги тогда еще во время летних событий, то, по сути, это первое такое что-то масштабное политическое событие, подготовленное властью, собственно, с 9 августа. Понятно, что сейчас ситуация совсем другая, и, я думаю, это, наверное, челлендж, в том числе и для оппонентов власти, которые на это как-то должны реагировать. Мы уже видели разные реакции и, значит, предложение, что все, кто участники НС, все это написаны преступниками и попытка провести этот альтернативный электронный сход. Давайте подумаем, какие, в принципе, могут быть, как противники могут власти воспользоваться этим поводом, и насколько от всех этих инициатив, и от того же интенсива схода, и от других, насколько от всего этого может быть какая-то польза и вообще какой-то эффект. И давайте, наверное, тоже в том же порядке спадать, господа, Ну, видите, вы уже пригадали вот это пропанова Павла Латушку вместе всех чальцов этого самого схода у черные списы, але так выглядая, что те меры, про якие думала оппозиция, ну, думал, скажем, той же Латушка, они были заточены под другий сценар гэтаго сходу. Яны были с прасценар, який калега Карбалевич назвал державным переворотом. То есть, что вот это самая джамахерия, вот этот самый сход, меняя конституцию, фактично робится установчим сходом, вот на установчим сходе праймают новую конституцию, и в этом сэнсе, якбы, там, включэння гэтых людзей у черные списы, заклэк да народу, там, прэсті да этого палацу, яго, и не допустіць вот этого самага перевороту, он какбы лагічны. Вот, калі там саправды адбудзецца усяго толькі падвядзення выніков пятигодкі і затвержэння плана, причем, ну як затвержэння, это ж не законодавча затвержэння, ухвалэння, то, 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 якбы, аз чаго ях включаць в этой списы? Ну, включыць можна многих, але их-то вот, якое зладзейство вот в этих двух кроках якбы палягае. То есть, ну якбы, вот та схема, якая была, она была ящерез полтора заточена падзусім іншае. Іншае справа, што я кажу, я уже сказав, што Лукашэнка шмат што робець, асабліва апошнім часам, як спецопірацзю, вот, і махчыма там што-то прыгучить, махчыма штось ці будзець зроблена, пра што вот мы не здагадываемся, а это будзець зроблена, і на это трэба було як-то падріхтаваць адказ. Але, ну, на што? Ну, калі он там агучить, як вот Рыгор сказав, агучить ней этюдна, так сказать, эскизна свой план Конституції, ну, ну, і ладна, хай агучить. Он може агучить это на раді там с Карпянковым і іншими мыслярами, може агучить на прессовой конференцій, ну, агучить на этом сході і што? Ну, план єсть план, гэтым, так сказать, при всем моем негативным ставленні, ну, як бы, асаблівага злодейства, вот, ярла приклад, в этом не бачу. Што, вот, я на вацебі не уявляю, калі это не, вот этот сход не являецца установчим сходом, калі это не являецца фактичным Конституційным переворотом, то, як бы, на его реагаваць, ну, это пэвная неадэкватнаць, так сказать, уявляць рутіну переворотам і реагаваць на яе, як я, як на переворот, ну, я паччыраці не ведаю, ці мая, ці мая, гэта сэнс. Правецці, вот, такі сходы, сформаваць, нікую репрезентатывную, як бы, репрезентатывных працтавніков, ну, это, в любым выпадку, карысна, это добра, і вэтам сэнсі, калі, ну, як бы, сход, это нагода, як контраст, што у нас, вот, людзей там выбираюць, а там ніхто, ні, нікого не выбираюць, ну, да, махчыма, вэтам сэнсі, можна навас скорыстать этот сход, для, для, такога, як бы, палітычнага пасылу, але, мне здаецца, ну, ніяк, не більш тагу. і вводить такое важное, или проводить важное политическое мероприятие, потому, что, на мой взгляд, Беларусь, вот, как раз, период после выборов, он характеризується такой нетипичной ситуацией для публичного дискурса, когда, собственно, основные посылы, они шли, как раз, от условно демократической оппозиции, да, от людей, то есть, как бы, а Лукашенко и правительство были вынуждены скорее отвечать на них, отвечать жестко часто, да, репрессии, запугивания и так далее, или, вот, как вы сказали, условно, там, зеркались, да, эту вот повестку, то есть, например, там, провели женский марш сторонники оппозиции, там, Лукашенко собрал, там, собрание женщин, там, провели марши, попытались собрать эти автопробеги или какие-то собрания в поддержку, то есть, здесь, здесь, конечно, для демократических сил встает вопрос, как же им реагировать на вот эту повестку дня, которую им уже пытается навязать Лукашенко, потому что одна из возможных тактик, это, конечно, пытаться игнорировать, да, то есть, сказать, что мы не признаем этого субъекта, и пытаться игнорировать то, что он делает, но я считаю, что тактика достаточно неуспешна, то есть, ее не стоит придерживаться, и вроде бы на сегодняшний день мы не видим, чтобы ее придерживались, мы видим в качестве таких активных условных действий эту попытку провести альтернативное собрание уже в таком виртуальном формате, и здесь я вижу определенный потенциал, то есть, я вижу также потенциал проведения всяческих таких образовательных или даже не образовательных, наверное, лучше просветительских мероприятий, которые помогали бы показать то, что подобного рода собрания, они являются имитацией, они не являются демократическими процессами, то есть, это не является представлением народов, действительно и не может иметь, вот очень важно показывать, что такие мероприятия не могут иметь никакой легальной силы, то есть, в общем-то, такое вот возможности проведения любых альтернативных собраний, она сопряжена еще с возможностью объяснить людям, что, собственно, не так с подобного рода мероприятиями, которые организовываются белорусскими властями. Конечно, будет использовано в какой-то степени Всебелорусско-народное собрание, оно будет использовано в качестве такого предлога или повода для протестов. Однако, какими будут эти протесты, насколько их выдаст организовать массовыми или не массовыми, это для меня на сегодняшний день достаточно большой вопрос, потому что очевидно, что власти будут ожидать протестов и будут к этому готовиться. все равно мы закрепляем это как тезис, что для демократических сил ВНС могло бы стать в качестве способа такой народной протестной мобилизации, то есть физической протестной мобилизации. И еще один путь, который, наверное, уже и не может быть использован сейчас, но который потенциально, наверное, имеет смысл использовать для таких мероприятий, это пробовать мобилизовывать сторонников демократической оппозиции для участия в подобного рода мероприятиях. Однако здесь мы видим, что этот путь красиво звучит, он хорошо был бы для использования, однако в силу того, что рекрутирование и мобилизация властью для участия в этом собрании происходит достаточно жестко, по очень четким критериям, вот к сожалению, этот путь оказался практически закрыт, и то, что, например, до сих пор условно говоря не слили повестку дня, хотя, может, ее еще не распространили участникам, это тоже свидетельство о том, что пока люди там собрались достаточно проверенными, и мы не можем даже получить доступ к тем вопросам, которые будут там обсуждать. И, ну, последнее, наверное, что могут и должны делать альтернативные демократические силы или оппозиционные демократические силы, это высказывает мнение о том, что как бы все это собрание, оно вредно, и, в общем, заниматься его такой делегитимацией, то есть разъяснять, что на самом деле вот значит это проведение, и что конкретно для людей, которые в нем участвуют, значит участие в этом собрании, вот то, что делает Латушка, о чем уже упоминалось, это говорить, что люди там попадут словно в черном списке, я имею в виду участников, то есть такие вот дискурсивные или медийно, такие есть линии, они реализуются уже в какой-то степени альтернативными лидерами, но, конечно, для меня пока что самый такой открытый вопрос и важный вопрос это то, насколько произойдут протестные акции, связанные с этим мероприятием. Спасибо. Спасибо, Татьяна, действительно вопрос сливов интересный, посмотрим, есть ли сейчас у делегатов какая-то информация, может просто и сливать-то нечего, хотя я согласен, что действительно там такие проверенные люди, там же сплошные чиновники, какие-то местные депутаты, бывшие чиновники, хотя с другой стороны, если мы видим сливы даже из ГУБОПика, наверное, это последняя структура сегодня в Беларуси, где там сторонники переменно, оппозиции считают, что там есть есть их друзья. Даже если оттуда мы видим сливы, то, думаю, с ВНС мы, может, что-нибудь интересное увидим, по крайней мере, да, это будет интересной опцией. Федор, какие твои мысли, что будут делать противники власти и будет ли от этого эффект? Ну, что будет делать, видать, то, что и теперь делать. Задного боку, есть прессинг на уделников Усе-Беларусская Народная Сходу. Вот так, как, ну, вельми трапно, вельми добро спадарь Юрий тут позначил, что эта идея была запущена в той момент, когда сдавалася, что Усе-Беларусский Народный Сход станет таким квази- конституционным сходом. Ну, так само, уже сегодня это раскоковало, что на 100% мы не можем быть выполнены, что разного рода сюрпризы могут быть. Нешние некие нечеканные моменты могут ускочить. Поэтому эта кампания, хоть она по великим рахунку заходя, что худше будет церемони мероприемство без особливых системных изменений, не будут приняты некие системные изменения. Усе-Беларусский превентивно имеет сенс перестрахать, что в случае, когда с такими процедурами выборов делегатов, при таком проведении отбудутся некие кардинальные измены, конституционный характер, то так, это треба попередить, что это может быть настолько. Но, когда это не отбудется, то в неком смысле эта погроза загубляет сенс, фактически каждый имеет право собрать свою тусовку на некое урочистое мероприемство. Что еще будет делать, и что выпадает делать, я тут скажу парадоксальную речь, одразу расплумачиваю, захочу вельми дзилно протягивать, делать то, что влады уже теперь делать. Это значит стварающий у сотнях тысяч людей, причем людей довольно важных, чиновников, бизнесовцев, высокопоставленных людей, но почутцем имитаций. Некоторые уже привыкли глытать, как прикрую необходность, но некоторые уже просто мают насытилися гэта, рады бы гэта позбавиться. Ну и працягивать, рабить то, что влады сами робят, в том смысле, что с интерпретациям и комментованием просто показывать абсурдность и имитацийность такого типа мероприемства. Это одна речь. Другая речь, вось добра идея альтернатывного сходу с допомогой онлайн платформы, как такая реальная альтернатыва, где будут адвесторованы реальные погляды людей. Конечно, оно не будет иметь значения такого в плане принятия кардинальных решений, при нам ся у короткотерминовой перспективе. Ты имеешь сам факт подтрымливания в свядомости, что есть альтернатыва, есть максимум сделать такого типа сходы, где не будет фикцией, не будет имитаций, будет реальная дискуссия, реальная воля выявления. Это довольно важно. Просто само громадство саспело до этого. Мы теперь находимся в такой ситуации, что не в ситуации агитации, что треба переконовать, что треба перемены и так далее. Я хочу большая часть громадства это биракана, но это вопрос, каким образом это сделать? Как преодолить инерцию? Не инерцию, а это прессинг с боку лады? Я еще поделюсь одной исторической аналогии. Ускокну меня Муамар Каддафи. Теперь хотел бы пригадать еще одного героя, Николая Чаучасску, но тут не целый пакет что загину перевороты и так далее. Это все такое уникальное. Я не тверджу, что это автоматично может повториться. тем не меньше, но об не чем можно доведаться с историей. На 16-й съезд Коммунистичной партии Румынии в листопаде 1989 года отбывается на фоне росту незадовольнения населництва наявным курсом. Незадовольнение довольно выразное. Поступают сигналы так само с боку номенклатуры, с боку высшейших элитов. Треба нечто с этим рабиць. Есть постулаты, это долго часовой керавник сошел с посады. Нового генерального секретара выбрать. Что у отказа робить Чаушевску и 16-й съезд? Можно загадаться, что робить, когда 62 разы прарывали его выступление аплодисментами, стояче аплодзировали ему. Иначе отказ на рост незадовольнения грамадства был зроблен такий зусим пасунок абсурда спектакль подтрымки для диктатора. Чим гэта скончилася я знову не кажу, что гэта абвязкова скончится в гэтом выpadке, тем не меньше. Что мы можем доведаться згэта гэта гэта гэста рычна факту, что раблень таких имитаций на фоне выразного грамадского незадовольнения створает вельми серьезные рызыки для уладов. Дякую, Петра. Саправда, я за все притяг бы цікавые историчные аналогии. Да, я хочу напомнить, я вижу в чате вопрос госпожи Анаэс Марин, и мы тоже всех призываем свои вопросы в чат задавать. Мы их обязательно все обсудим, как всегда после ответов на основные вопросы у нас будет возможность ответить на вопросы из чата, и может быть дать слово еще тем, кто нам в процессе подключился. Но пока Регора хотел тебя попросить как всегда после всех выступая, не только соревновательствоваться со всеми, но и какие твои мысли, а может у тебя еще и данные по этой теме есть, как люди готовы реагировать и что с тобой будет. Дякую, Великий Вадим. Я думаю, что в принципе мы, конечно, за всем изгодны, а другая речь, что я хотел сказать, это то, что в принципе когда посмотреть на те кроки, которые делают демократические силы, то их можно например накрывать на два кошек. С одного боку это были спробы, чтобы соромить у делников, чтобы каким-то даритимизировать. Это как пример. Эта идея включать их санкционные списки. Другая речь такая, какая была, это были спробы неким чином выкарстать усебиарский народный сход для того, как створать некие властные сходы, для того, как показывать, будовать некие свои инициативы. Один пример это сход, который делают IT-шники, другие пример этого сейчас пишут про демократичный форум Цепкало. По сути, мы видим, что все эти идеи не взлетели. Мы не видим, как они вызвали или хоть некие почутся в громадстве. Но тут пытание тем, конечно, что и сам Сибелорусский народный сход так выкликает эмоции у людей, как мы бачили, что он не успремается серьезно. И ответные некие кроки супрадзеяния до его не досыц складаны. Тем более не разумела адженда, какая будет на Сибелорусском народном сходе. Мне подается, что те кроки, которые предпринимались, они не видят того, как они пошли далей. И ответно, хоть за все можно назвать Сибелорусский народный сход для демократичных сил встраченной махчемости. Все таки сразумела то, что такая махчемость не сказать, что это выдатнейшая махчемость, что от того, что демократичные силы не выкарстыли Сибелорусский народный сход, что отбылась некая трагеда. Табы трагеда тут не отбылось. Але в принципе такой вздольности на хвалю Сибелорусского народного схода снова просовывать свою адженду все ж таки демократичная оппозиция не отрымалась. Дякую Рыгор. Да, действительно это интересно вспомнить сейчас и про демократический форум Цепкала, потому что я про него забыл, даже никто не вспоминал. Это хорошо охарактеризует насколько правильны твои мысли по поводу того, что он не выстрелил. И конечно будем ждать какие будут события, как показало русское лето и осень, протесты очень затруднительно прогнозировать. И наверное наш третий вопрос такой обобщающий. Еще мы говорили, может быть эта возможность для наших основных спикеров резюмировать свои мысли и потом перейти к обсуждению. Настанет ли вообще это Всебелорусское народное собрание какой-то важной вехой в развитии общественно-политического кризиса? Причем это касается не только решений самого собрания, но и в целом последствий. То есть в принципе так пытаемся заглянуть в будущее когда будет писаться там условно раздел в учебнике истории Беларуси о событиях 20-21 года наверное будут события которые там явно будут отражены что-то важное. Будет что-то что можно будет за неважностью и несущественностью вообще даже внимания не обратить. ВНС вообще будет важен или он пройдет незамеченным и не сыграет особенно никакой роли? Вадим может быть на третий вопрос предлагаем да я предлагаю поменять просто порядок выступающих и начать с Регора давай сделаем по кругу чтобы Регору не пришлось опять говорить что совсем я согласен Регор не отрывается отвертеться начинай Я на самом деле этим моментом отказывал Юрию и к Рыку прослухал питание когда я занимался я уверен наступным другим буду кто с ним может быть первым Петра готовы? Петра с Татьяна? Ясно добрый когда я сказал не Татьяна ожидает ну цистание некой вехой так как на початку я казал что гэтый сход худший за все будет анон новой формы легитимации анонсом это еще не означает выполнение это не означает что пра цяг будет и что он будет поспехов тем не меньше ясно тое что для уладау треба оборвязково приватность новой для персонального режима для Лукашенки патребна неким чином падремонтовать как выращать эту проблему легитимации потому что пра 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 джагвать в этом же духу там с посылкой на 80% могли зауважить что улады стараются пазбегать вовремя этой темы она настолько дала ся там узнаки вось карате кажучи но я переконаны что будет спроба некие кроки сделать в том направлении как у Северно-Русского народного схода надать легитимационные функции что например Лукашенко стал бы неким штатом генеральным сократаром всенародного схода и всенародный гелорусский сход мил бы там высокие полномосты аналогичные парламенту контроль за урадом и так далее поэтому такая спроба будет и как это лечить некой вехой неким взруком нечем новеньким то так в этом плане я чекаю нечего такого новенька это будет успехов думаешь думаешь что кучей за все не але спроба такая кучей за все будет работать теперь теперь я могу погодиться только с Петром не в принципе я думаю что гэт сход все будет обмалевывать крыху что будет отбываться далей тому я не сказал что гэта будет некой великой вехой но это может стать пад то что тут уже ну не быт тут треба нечто сказать нечто хоть что целостное нечто системное нам а те же самые чиновники хотели пад Лукашенки почуть тому я думаю что все ж таки нечто выразное буде отбыведно хоть нечто да отбыведно гэта буде некий там некий вент не самый великий але хоть нечто в принципе на наш час замороженный вэт в некем сэнце все ж таки так сама важно цистан неусе белорусский народный сход я думаю что деконструкционным органам я думаю что нечто будут передавать нечто будет поступово я мальцал что все что будут сказать про конституционную реформу за все да будут иметь значные переходные периоды я для меня я буду поставить навод пива потому что я правдоподобное оно буде даться про то что да мы передадим нечто незначное нечто недробное будем повеличивать вот наши переходные периоды чтобы в 2002 с другим годом додастся статуса конституционного праздник как я дотом еще будет больше статуса а не будет в 2025 я представляю себе что есть план что Александр Лукашенко хочет так перейти в это всебелорусский народный спор тому отповедно да буди аллея марудна повольно ну який в принципе долгий час нас было я соглашусь с предыдущими выступающими но я действительно думаю что очень важным событием не станет ни для кого но это событие намного важнее не столько для всего белорусского общества сколько действительно для самого Лукашенко для его сторонников для такого ядра его поддерживающих людей и очень важно как собственно вот эта официальная пропаганда как официальные медиа смогут преподнести и обыграть это событие то есть насколько они смогут убедить хотя бы своих сторонников в том что Лукашенко по-прежнему условный лидер нации что он готов быть лидером нации и что он готов представлять интересы тех кто его до сих пор поддерживает и тут вот очень интересно насколько это удастся потому что я думаю что если это будет исключительно такое имитационное символическое действие где Лукашенко не сможет быть убедительным для своих сторонников то в общем это будет провал как мне кажется для официальной пропаганды хотя возможно как бы они смогут хорошо это отыграть и действительно на фоне условно затихающих протестов то есть протесты сейчас имеют такую раздробленную форму они не выходят массово действительно показать там условную объединенную инициативу в которой сошлись все сторонники это каким-то образом может быть использовано и может быть обыграно что это будет значить для тех людей которые Лукашенко не поддерживают кто условно поддерживает проект перемен я вот здесь сомневаюсь в большом значении то есть тот может быть как раз эффект того что люди увидят в очередной раз убедятся что эту власть не стоит поддерживать и как раз для них это будет такой дополнительный сигнал или дополнительный маркер того что собственно Лукашенко и власть окончательно утратили связь с народом и как раз занимаются только сохранением своих оставшихся сторонников но вот если подводить итог то как говорил Рыгор скорее всего какое-то незначительное влияние это событие оставит в истории нынешнего кризиса но как бы такого значимых наверное событий или значимых изменений которые произошли бы или произойдут в связи с этим событием скорее всего не будет и единственное я каждый раз когда говорю про будущее я думаю сейчас побеседуем оно потом как выстрелит через две недели и мы потом будем сидеть и говорить как прекрасно что-то предсказали потому что действительно у нас достаточно небольшой объем для прогнозирования то есть мы достаточно мало знаем об этом мероприятии но если пробовать более-менее рационально рассуждать из тех установок которые у нас есть я бы делала такие выводы спасибо Татьяна и тогда в этот раз заключительное слово Юрию видите что я думаю что Лукашенко как и мы все не ведая отказу на пытание тое что было в минулом годе это был выбух який погасили потушили это выбух який потом зараз переходит пожар на торфяннику який будет гореть еще годами я думаю что хуча за все Лукашенко паспробоя на этом сходе продугледить сценарий для обо двух вариантов кали гэта выбух который он погасил все конец крок поставлен то ему особливы не треба ни этой сходы в конституционном выгляде ничего не треба поширости но он может створить этот сход ну будь еще один парламент я попрошу всех кого включен звук кроме спикера я буду выключить антон может даже сделать это всем принудительно кроме Юрия потому что ужасно это звук выключил себе а лучше всем остальным это первичний парламент он пятая кола во владном воску ну будь еще шестая ну как бы в выпадку кали все будь потушено а вот кали не кали окажется што и весна и восень и махчима наступный год тады може и этот самый сход потребится и тому я меркую что все будет сказано так нет мы будем менять але без деталей и без особого патасу другий момент я уже про это сказал и на початку нашей гутарки вельми цякавая сегодня прыгучала заява звук лукашенки я не ведаю кто вы звернули не звернули увагу и упапрок мне ставять перше передайте президенту каб он больше не казал что не хочет быть президентом я это пачу маучу от этого мое мнение не поменялось но говорить люди мои прихильники яки подтримали нас ну с этого значит что при нам си один з вариантов яки вот его заразу зник и он все ж таки фактично с МЗКЦ с выступанной МЗКЦ полтора в як мантру будзе реформа конституции а мы же ничего не будем вот просто ничего не будем ну передумали ну аднесли там на 24 5 30 год передумали вот изменилась ситуация и вот я не выключаю что вот это и будзе сказано на этом самом сходе все не буде никакой вам реформы але инше вот момент он уже можа шерейкой ход до нашей замежи нашей уторки у меня вот такое отчувание ну есть певное продбачение что махчима на другим боку на боку протесту почнется процесс структурализации потому что вот на початку там жнивник или все разом все одним на топом можно сказать супрать але коли теперешний этап ну скажем так паузы спады цепаразы уж кто як назове но зараз мне сдается этап какого-то структурования ну вот один знаки рунков это вот это самый форум это сход это так само структурование а а другие это я думаю многие из вас все и то и ведают про всякие спробы это партыйное будовництво махчимое заявление розных партый прароссийских празаходних прарозных але ну это вот вельми часто так бывает подчас вот этих спадов революцийных цепаразов революций калі высветляються што калі вот такой агульной массой не отрымалося то треба створать структуры накольки это будет эффективно ну вот Регор уже сказал что пакули это не надо але я думаю что это махчимое будет центральным пунктом вогули парадку дня для ну скажем так опозиций для протеста для альтернативы в 21 годе дякую юры и сопроводимы тут кроху пачали переходит уже на больше далекие розные темы это за все добываю добрый гутерцы давайте тогда вернемся к вопросу Антон наверное попрошу тебя прочитать вопрос госпожи одна из Марин в чате да окей ну я хочу напомнить всем участникам что вы можете так же если хотите голосом выступить просто как-нибудь просигнализировать поднимайте руку или в чат напишите мы вас с удовольствием подключим ну да вот вопрос от Анаис Марин ходят слухи что вопрос о введении моратория на смертную казнь вопрос отмены смертной казни может быть вынесен на повестку дня в этом году и так же вынесен на референдум в 2022 году есть ли у панелистов больше информации по этому вопросу является ли распространение этой идеи лишь отвлекающим маневром или на этот раз это звучит более серьезно будет ли Всебелорусское народное собрание играть какую-либо роль в этом процессе спасибо ну вопрос ко всем спикерам так что кто хочет первый я могу начать пока пока нету пока нету других желающих да действительно некоторое время назад если не ошибаюсь или пару недель назад или три недели назад что-то такое появилась эта тема в медийном пространстве о том что обсуждается на весну этого года внесение просмотрения о возможности отмены самой статьи в уголовном кодексе которое предусматривает возможность смертной казни на самом деле вот сейчас довольно сложно сказать что это значит потому что еще довольно много времени до этой весенней весенней сессии непонятно действительно будет ли вынесен этот вопрос или он будет отложен потому что на мой взгляд вопрос об отмене смертной казни это такой очень большой не знаю джокер очень важный джокер который белорусская власть очень долгое время держала в рукаве и который они совсем не хотели отдавать потому что это такой важный козырь для многих переговоров для многих дискуссий с западными странами с европейским сообществом в частности который как мы знаем очень долго настаивает на этом требовании в отношении Беларуси и я думаю что если бы Лукашенко его окружение будут чувствовать себя достаточно уверенными в своей позиции то этот вопрос будет отложен то есть он не будет поднят этой весной а как раз вот если они не будут себя чувствовать уверенными и будут считать что надо хоть любыми способами хоть как-то там налаживать отношения с западом тогда возможно действительно весной этот вопрос возникнет и действительно там в течение года мы можем ожидать или политического решения я думаю что это будет скорее не референдум а политическое решение если оно будет либо референдум как вот Анаис и пишет но вот на сегодняшний день я бы скорее всего говорила что этот вопрос будет опять опять отложен да спасибо спасибо Татьяна хочет ли еще кто-то что-то к этому добавить чтобы Анаис может лучше было понятно я отвечу по-русски я думаю что эта ситуация похожа на ситуацию с досрочными выборами о которых Лукашенко говорит уже с 16 августа или да или нет он бы сам сейчас я думаю вам не ответил он разбрасывает манки вот тогда был манок от части общества от части западу от части россии я уйду чтобы они так сказать на него давили меньше вот сейчас он бросает западу манок а я могу отменить смертную казнь вы же этого так очень хотите а сделаю ли я и первое или второе от расклада будет зависеть вот чуть попозже когда я пойму что же все таки как бы что же все таки произошло в прошлом году и чего я сумел добиться и добился ли я того чего хотел вот тогда я буду решать бросать вам эти манки дальше реализовывать их или вообще не реализовывать а потом сказать как в свое время вы помните он сказал насчет базы российской когда там уже Путин подписал какая база о чем вы я не в курсе так и скажет насчет смертной казни кто вам что обещал я вам ничего не обещал а может и наоборот да конечно я же обещал я же говорил это еще когда и то и другое равновероятно а я говорю все зависит от расклада ну да действительно тут нельзя не согласиться в этом моменте с Юрием мне вот раз уж Петр сегодня задал такой задал традицию исторических экскурсов от Биса я бы хотел кратко вспомнить еще одну историю которая мне показалась очень схожа с темой про смертную казнь когда после смерти Ивана Грозного в Москве правил Борис Годунов он своим ближайшим боярам запрещал жениться чтобы они не помышляли о детях и о династии что делал он сам но когда в самый критический момент на Москву ушло войск Ложи Дмитрия тогда Борис Годунов первого бояряна Мстиславского отрядил командовать войском и пообещал что если он победит то Годунов ему в жены отдаст свою дочь то есть сразу не женится вообще до своей дочери царской поэтому мне кажется если сейчас Лукашенко это действительно как правильно совершенно мне кажется говорил Татьяна про Джокера если Лукашенко действительно если мы видим что действительно будет принят мораторий на смертную казнь это будет вдвойне очень хорошей новостью и может быть даже сам факт того что не будет смертной казни это даже будет не самым главным позитивным эффектом мне кажется это будет важнее то что это будет очень явным сигналом что власть себя чувствует более уязвимой чем вообще когда-либо чем в 2006 году в 2011 для Лукашенко это один из последних очень сильных козырей поэтому и возможности послать какие-то сигналы Западу поэтому если это будет принято это будет очень очень важно для всех с точки зрения понимания как в Беларуси обстоят дела хочется еще кто-то что-то дополнить по поводу смертной казни да я добавлю 5 копеечек я хотел только сказать что наверняка этот вопрос не будет решаться через референдум а будет решаться через просто принятие какого-то решения Александра Лукашенко поскольку референдум это как бы неизвестно какой он статус будет иметь кто его будет признавать кто его не будет признавать это серьезный вопрос вторая вещь это ну а кто сказал что белорусы проголосуют за отмену смертной казни то есть этот вопрос тоже такой тяжелый да то есть Беларусь в принципе ну обычная европейская нация то есть тут около 50 как и в многих европейских странах и наверняка эта цифра где-то такая не отличается очень сильно от того что есть на западе поэтому это решение как и на западе скорее всего должно приниматься на политическом уровне без как бы проведения референдума ну да мне кажется тем более когда у Лукашенко есть возможность ситуацию решить вместо референдума просто мораторий просто через свое решение и более того это будет тот случай когда единоличное решение вместо демократической процедуры против него даже никто не будет выступать на западе но наверное тут сложно представить какие бы там были мотивы у Лукашенко проводить референдум еще и по этой теме поэтому да это конечно мораторий более простой и более быстрый способ если действительно этим начать заниматься Хорошо, если какое-то желание дополнить по мораторию, тогда я хотел бы спросить Антона. Антон, есть ли у нас, может быть, ты видишь поднятые руки? Не вижу. Есть вот этот вопрос про инициативу Цепкало Белорусский Демократический Форум. Мы так покасательно ее как бы затронули. Не знаю, может быть, стоит все-таки зачитать вопрос далеко. Ну, давай, может быть, там есть вопрос больше, чем этого и зачитаем. И действительно, сейчас уже упомянули про это возможное партийное строительство, какое-то строительство структур. Вообще, насколько как кто из спикеров считает, насколько у этого сейчас есть перспективы? Или это будет как спор типа Барико, про которую все уже забыли? Антон, давай тогда вопрос. Посмотрим, может, что было больше, чем это. Добрый день. Пытание до всех спикеров. Что вы думаете про инициативу Цепкало Белорусский Демократический Форум? Черговая альтернатива, как сход. Ну да, в общем, тогда обсудим, в принципе, эти все альтернативы и Цепкало, и то, что вот сейчас объявили в очередной, в очередной встрече, то, что Ланг говорил. Насколько вообще, в принципе, у таких разных сил есть какие-то перспективы, или это не будет востребовано в обществе? Юра, какое малькование? Ну, я уже сказал про тое, что гэта варта спрабаваць, гэта варта рабіць. Які будзе водгук? Ну, я не ведаю. Але так сама и я, и мы все не ведаем, які водгук будзе уметь вот цяпер, цяпершній сытуацы, якую мы с вами все разумеем, меть заклики того, что давайте мы увесну падымемся, и, так бы мовить, покажем себе и знов так же, як показали ў жнивні минулого года. Вот я не упэвнены, что гэта будзе меть великий водгук. Ну, а в этом сэнсе, калі або два шляхи не маюць асаблівых шансов на поспіх, то якая розница, які вы выбираєте? Позвучало так, крыху, апокалиптычна. Пятра, а кое твоё маркавання? Ця будзе на гэта попыт? Вогуле ця будзе некая затараблен? Надо адзіны момента, як спада Рыгор казав, што тут асаблівага в водгуку не мана гэту ініціатыву, але рацянальна дзейня ў гэтым выпадку гэта метад тысячы зірню. Эта не мая фраза гэдного польска амбасадара. Метад тысячы зірню, но спрэбоваць, ініціаваць, прапановаць ініціатывы, альтернатывы, вось, катураз гэтык зірню прорасця будзе відаць пазній. Канешня гэта, гэта наш мат лепей, чым нічого не робіць. паэтаму, як мінімум, гэты плюсы ёсць. А яшча час пакажаць, ці, ці, гэта памрэ сваю натуральна сніртю, і з'явіцца нікі нові ініціатывы, ці можа займі нікі такі реальны сэнс. Татьяна, а вы що думаєте про вообще ці идеї создаватися структур і з'явитися, буде ли це до того пользу і буде ли це реально польцаться? Мені кажуть, що че че дуже важливо восстанавливати щось більшінства для тих, хто придерживається перемен, я не знаю, як хоро називати ту повістку, но условно назовем сторонників перемен. І якщо посмотреть на те данні соціологічні, які у нас були до сих пор, звідом нових данних, які вже нанесили ргор на следующій неділю, надіюсь, вони будуть, але ми вже видим, що по исследованням є активно протестуюча части, є части, які пассивно поддержують перемену, і там є условна части людей, неопределившихся, які поддержують Лукашенко. І насправді вопрос про все ці действия, про сходи, про партии, про другие какие-то інституты, це вопрос о том, наскільки вони действительно помогут людям понять, що їх багато, що вони по-прежнему составляють це большинство, які ми видели на улицах в августі, на протяжі літа, і які з-за цього обладають сильной суб'єктністью політичністью, які можна відріцати власть. І я считаю, що якщо будь-якій з цих действий в якій степені помогають об'єдняться людям, помогають почувствувати общність, общність ідеї, общність для действия, вони в'общемо скорее полезні. Теоретично создання любих інститутів помогає обществу действовать більше раціонально, більше цели раціонально, але поскільки у нас ситуація жовстких репресій, здесь, конечно, є противодіючок з'язані цих інститутів, але повторюсь, з чого начала, дуже важливо, щоб всі ці собрання, всі ці попытки создання інститутів, вони действительно объєдиняли, а не разъединяли людей, щоб вони не противоречили друг другу, а шли условно к общій цели проведення нових выборов і создання нової демократичкій Беларусі. Ну, действительно, просто сейчас додумався, с одной стороны, полностью хочеться согласиться с тем, що создання інститутів, це в принципі що-то більше укрепляює, стабілізує, а с другой стороны, коли анонсується некая організація, партия чи форум, як с форумом ЦКПЛ, прочитав, заходиш, какие-то полтора обсуждення, менше 100 человек, і думаєш, глядя на це скоріше, в мелких організях може бути наоборот возникает ощущение того, що до них всіх мало, як би, никому не потрібно, ну і, собственно, то, що ви білили много років, коли які-то оппозиціонні громкіні ініціативи оказывалися настільки пустими, що це деморалізовало любих сторонників. Наскільки це создання большого числа малоактивних організаций може наоборот нанести вред? Или вам кажется, що це буде просто незаметним і не буде не приносити ні пользу, ні вреда, а вообще пройдет мимо людей? Ну, я думаю, що все, що робиться на локальному рівні, любі об'єднення, вони полезні однозначно. Вот, якщо ми говоримо про общеннаціональний рівень, дійсно, там, проєкті, які заявляться громкими, там, зазвання партии, проведення собрань, вот, якщо вони проваливаються, тут вже більше риска возникает, але, повторюсь, любі горизонтальні структуры для людей, вони полезні, навіть, якщо вони малочисленні. Саме важливі, щоб не було внутрінніх конфліктів. Це, собственно, той біч, яким преследували оппозиційні структуры в Білорусі довгое-долгое время. Щас, навіть, якщо їх буде багато і разнообразних, але вони будуть заявляти одні ціли, я думаю, що це, скоріше, поможуть, поможуть единству. Дякую. Хочет ли ще кто-то што-то дабавіць? Я певно, да-да. Думаю, што істотна для розуміння гэта той, што частка гармандських актавістів живі ў свеці выборському пам'яні, гэта, калі все було махчыма, калі процесы починаліся вельмі інкліва, яны ліцелі, щоб сабраць каманду, там, за місяць сабрали, паліцелі, навдакі місяць, за тыдзень, табак процесы білі вельмі худкімі, і был бачны парыл, і был бачны, і білі кіта, біда, ця хоць, якія формальнія падставы, да, для аб'єднання, ўсяць білі выбары, каторые нібыто там павінь дзенчыць некі захонны, гэтак далі. Цепер, якбы, на дворот, все вельмі павольна, процесы руху, ініціативы нашмат байш складанам, і гэта выклікає, біось, такі вынік, што нікаторі ініціативы нібыто запускаються, але іні не можуть взлетіць, тому што іні вымагають нашмат байш рапці, цепер, чім рані, баку, там, дзесяткі разоборів. Гэта перша, калі казаць параній? Кажць, царі форму патцяряля? Сміня. О! Із ця першуім. Та толькі сказав, што сконжу пра першы, пачав пра другое. Да. Това і з другого паччі. Окей. Друга річ, катору я хацю сказав, это то, што, в принципі, мені падається, што структуравані гэта адна з найважнійшых рэчів, кую ціпер можу зробіць демократичнія сіла, таму што ёсць візарна небезпеку отым, што, ну, пасылы лідаро, гэта адна з найважнійшым людзей, так? Тоба пачачас кампані людзі казалі пра шматрэчу, тоба кіны казалі і пра коронавірус, наказалі пра взрогі едукація, наказалі пра реформы, гэта адалі, гэта адалі. Цепер гэта га сього нема, так? Моя з зазазаліся ві сітуація, кілі мы обміркуваем, там, ціто санкцій, ціто рэпрэсі, ціто акцій протесту, цара праставляець альтенантына палітычна погляда, таму што яны, ну, становецца вельмі обмежаванымі для людзей, тобак людзі хочуть чогось ці больше, людзі дагэту чекаюць некага в образу будучані, людзі дагэту чекаюць, што нехта будзе структураваць іх памкнені, да, прапановаць някі рішэні на структурнам узровні, тобак, візгэта вельмі варна, в рэште-рэште нема, тобак, іны протестаўцца сайна па сабе, палітычні лідарі сайна па сабе, тобак, людзі, ката, а якой ты уявляєш вагеднані? У сэнці, што гэта стварэння палітычніх структур, паі стварэння парті, стварэння громадськіх рухав, у каторэй будзюць ўо ходзюць людзі, каторэя будзюць вміць някі выразные лідарства, тобак, хто гэта на символічному зроўні може быць, зразумела, а хто практацца, не зразумела. Тому я думаю, што структураванне, гэта необходная рэч, але галонная розумець, што гэта працэс, каторэ ціпер, ціпер, ў сэннішніх умовах, ён досыць маррудны, ён досыць цяжкі. Дзякую, рухармець, ў нас, ў маляку, як ў беларускам гарамасты, каторэй спажатку, павольна-павольна ідзіў, только пачынаў замедляць, і тут раз, а така думка, як мне здаецца вэймі важныя, вэймі важныя для ўсё дискусіў, адносна пабліку таго, як саправдывач, гэта адровнасть рэторакі, і зменны, патошну, фактышна, мы бачым тое, што бачым там ранее, беларускай опазыцый, калі была вачка эта проблема, што людзі там, да, там, кажуч, што я хвалююэтам проблемам ЖКХ, там, медацины, а да, опазіцый знову пачынаў казаць пра санкцій рэпрэсі. То така бы ўсё гэта така выхрадала с натуральным чынам, ну, так ино і было, але зараз да, гэта стратегишна, гэта пагрозаецца, правды і важна. Добра, есць ў нас іще кто-то, хто хацял бы тоже па этой теме, или, в принципе, так, аз всебаларуского народного сабрання, так мягко говоря, мягко отошли. Есть ли те, кто ещё хотел бы высказаться, у кого есть какой-то вопрос или комментарий из наших спикеров, или из наших гостей, кто подключился, кто хотел бы что-то добавить? Антон, есть ли у нас что-то? Ну, нет, я не вижу пока что. Видишь? Ну, на самом деле, если мы сегодня в какой-то веке уложимся в полтора часа, это будет даже интересно, я не только буду так ставить время, на Фейсбуке, а потом получать видео на 2.15, а может быть, мы и правда в полтора часа уложимся, потому что, да, если у нас нет каких-то желающих добавить какие-то вопросы, реплики, комментарии, то мы можем потихоньку и закругляться, когда можем уже на посадок спросить, есть ли у кого-то из наших основных спикеров желание сделать какие-то финальные ремарки и, может быть, резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию, как-то по камере лично для себя подвести какие-то итоги. Может быть, уже тогда кратко и возвращаясь, например, к тому же порядку, как мы были, Юрий. Микрофон. Все, что я хотел сказать, я сказал подчас нашей вытолки. Дякую. Дякую. Татьяна? Аналогично. Аналогично, лучше. Петр, Арагор, я там все-таки под сумой, альбом вы так само дадите, что... Альбом Бётр расскажет, что он все сказал, а Арагор за всеми погодится. Так, цемер, моя шерка, так? Так, ну, может, если вы есть финальные ремарки. ну, значит, ж, что такое, агульная карактар, агульная, потому что, делиться такой рефлекцией, что Лукашенко это человек советский и значная частка в отношениях это советские люди и у их особистой и коллективной памяти очень сильно отклауся средь распаду Советского Союза. И у их интерпретации вина за распад Советского Союза полягаев у саступках, которые Гарбачеву работал тогда в 80-е годы. Ихная формула деяния приватности Лукашенко такая, что глядзи, як рабил Гарбачо и раби на дворот. Дякую. Рыгор? Да, я згодна с Петром. Ях на гачакап. Добре, тады будем, наверное, действительно завершаться. Спасибо всем нашим спикерам, спасибо всем нашим гостям. Будем ждать, наверное, в следующий раз мы встретимся после Белорусского народного собрания и будем ждать тех новых тем и новых поводов, которые нам так щедро предлагал прошлый год. Посмотрим, как будет в этом году. Потому что, наверное, последние полгода вообще, если раньше мы обсуждали, какая будет следующая тема экспертного клуба, а сейчас скорее не ищем темы, а скорее выбираем из тех многочисленных, которые можно было бы обсудить. Поэтому посмотрим, насколько будет у нас насыщена политическая жизнь. Тогда всем берегите себя и до встречи на экспертных клубах. Субтитры сделал DimaTorzok